Я приветствую на Универсальным Игровом, с вами как всегда Джейниум Джейгер и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки Фрэн Боу И у нас время после катастрофы, то есть разбился корабль, который вел Итвард и пытался довести нас до дома Итвард Кот такой Ох, котик, мы живы, мы пережили окружение Неужели? Да, мы живы! Но Итвард пропал Он привез нас домой, мы за городом, Фрэн, я чую это Ты уверен, котик, мы в самом деле дома Я думал, ты будешь счастлива это услышать, в чем дело? Просто мне интересно, где Итвард, я бы хотел с ним попрощаться У девочки крыша поехала прям окончательно Может ты применишь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик, ну я уже приняла все таблетки, видишь, банка пуста Так или иначе, пойдем домой, может Итвард навестит меня когда-нибудь Так, сразу смотрим, красный велосипед, это велосипед Итварда или мой? Так, тут мы больше никуда не можем пройти Кис-хис, есть подсказки? Ух ты, мистер Пол, значит, ты видишь луну? Она огромная Да, я вижу, и наш дом в том направлении Ну, в том направлении, значит, в том направлении Погнали! В каком направлении? Слушайте, мы вроде в полях должны быть Боже мой, это наша улица Котик, туманная улица Да, верно! Еееей, мы куда-то приперлись Так Здесь написано, туманная улица Тогда мой дом в той стороне А, ну то есть нам тут выбора-то особо не дают Нам просто говорят, иди туда и все Это наш дом И вот мы здесь Дом выглядит более серым, чем я его помню Что ж, надеюсь, тетя Грейс будет рада меня видеть А тетя Грейс, короче, это Итворд А, а, а Тетя Грейс, ау Может, ее нет дома, дорогая У тебя есть ключ, чтобы войти? Нет, у меня нет его Нет, котик, но я знаю, что здесь где-то спрятан запасной Нужно просто вспомнить, где Давай найдем его Да по-любому, где-нибудь под цветком Еееей Я тут сказан, я взяла ключ, подпись Френ Френ, это же я Но я не брала ключа, не писала эту записку Все так запутанно, что мне теперь делать? Что делать? Ломать дверь, что? Полезли по изгороди Иди сюда, котик, ты должен забраться и пролезть в окно Я не смогла найти ключ, похоже, я его уже забрала Ты уже забрала ключ, но у тебя в нем звучит очень странно Да, очень странно, я нашла такую... Только записку, но я не помню, как я ее писала Теперь, чтобы попасть внутрь, ты должен забраться и открыть мне дверь Фух, ну хорошо, пожелай мне удачи Ты сположишь, котик, будь осторожен Котяра, давай, ползи наверх Так, кот Так, окно в моей комнате Закрытое окно А что кот-то не сделал? Мистер Полноч, открой дверь Опаньки, врач приехал Френ, не могу в это поверить, ты жива, где ты была? Подойдите от меня, я не вернусь в клинику Я уже давно тебя разыскиваю Подождем, пока он не откроет дверь Френ, я не верю, что твой кот внутри Это невозможно Я говорю вам, правда, он внутри С минуты на минуту он откроет дверь Кстати, да Возможно Кот это все воображение, Френ Френ, загляни правде в глаза Твой кот умер, ты должна пойти со мной Эй, чувак, ты прекратишь, нет? Ты че начал? Эй! Я не смог его закликать, он утащил нас А кот тормоз Либо никогда не существовал Вот такие вот дела В этой части где-то та дикая штука будет Тут все по-моему дикая штука Прости меня, Фрэн, я не хотел напугать или навредить тебе Я просто беспокоюсь за мистера Полночсера Вы заставили меня его оставить Он в самом деле жив Конечно жив, сэр, зачем мне об этом врать Это неправильно Знаешь, Фрэн, я был уволен из клиники Потому что слишком много знал Я обнаружил вещи, которые пока не понял Я действительно думал, что ты мертва Взгляни на эти документы Так, смотрим Убийство Синие Туманной улицы Дела были разрезаны в начале этой недели Бла-бла-бла-бла-бла Так Похоже, что тела были идеально разрезаны Конечно, нет разрезов на грейд Какого-либо разобретения со стороны жертв Полиция допросила Грейс Сестру-близнеца Люси Но не смогла получить никакой полезной для следствия информации Самый юный член семьи Фрэн Боу была найдена в лесу Днем позже, после убийства родителей Она замерзла Замерзла насмерть? Серьезно? Дорогая Глодис Пусть газеты узнают о Фрэн Боу Замерзшая насмерть Она была найдена в лесу Фрэн убежала из дома Сразу, как узнала об убийстве своих родителей То есть Фрэн объявили мертвой Ага Интересно Я не мертва и не освободилась от боли Кроме того, боль это хорошо Она говорит мне о том, что что-то не так По крайней мере, они выбрали хороший снимок Я улыбаюсь Я не мертва и не освободилась от... Ага, понятно Но я не мертва, старше, что это ложь Я вижу, я также обнаружил, что твое лекарство подменили Ты принимала новый вариант дуатина Я изучила в лаборатории Уровень эктопломатина был слишком высок Это не к добру Эктопломатин создает дверь между сознанием и подсознанием Дело в том, что высокий уровень эктопломатина делает дверь слишком широкой Что может создать большую путаницу в твоем мозгу Большую путаницу в моем мозгу я немного запуталась, да Но это все из-за новых вещей, которые я могу видеть и чувствовать О чем ты, фрэн? Я вижу ультрареальность, сэр Я также путешествую в иные миры Ультрареальность Должно быть это последствия дуатина, ничего более Это не так Если бы у меня остались таблетки, я бы вам показала Тебе больше не нужно это лекарство К тому же Это все в твоей голове, фрэн Все в моей голове, говорите? Может я могу это контролировать? Я имею ввиду, что это все ты воображаешь Вот и все Я пытался рассказать маме правду, но папа Че? Но папа и ей бы навредил Не хочу, чтобы папа снова играл с ножом Мои руки болят Что? Ох, ваш отец сделал вам больно своим ножом, доктор Что? Кто тебе это сказал? Вы Или вы не говорите, сэр? Я ничего об этом не говорил Короче, девочки Реально у нее поехал крышек Ну вот так вот Боже мой, значит это правда Ох, пожалуйста, давай сосредоточимся Вы меня не слушаете, сэр Мы должны узнать правду Интересно, кто за всем этим стоит Медсестры, Освальд, кто знает Я знаю, сэр, это большой черный монстр Рэмор Он забрал моих родителей И охотится за мной, он хочет моей смерти Он хотел Ох, хотел бы я остаться в Иверсте С Палантросом и Великим Волшебником О чем ты говоришь, пожалуйста, френ, я серьезно Я так и не попрощалась с Итвардом и Палантросом А мой котик совсем один Палантрос, Итвард, пожалуйста, френ Палантрос, это доктор Иверсте Он ушистое летающее существо, сэр А Итвард, мой верный друг Он привез меня домой на своей машине Кажется, что ты живешь в сказке Но не все было так хорошо, сэр Близнецы погибли из-за меня Я видела, как убиваю мистера Полночь Также я видела маму с папой Близнецы, какие близнецы Девочки, которые были соединены вместе Соединены, говоришь? Это напоминает мне о деле Клары и Мии Две девочки в клинике клялись, что видели существо по имени Эдвард Эдвард? Думаю, вы неправильно поняли, сэр Он Итвард Но что произошло с этими девочками? Доктор Освальд проводил над ними эксперименты Он сшил их вместе В основном, чтобы посмотреть на реакцию ДНК Но ничего не произошло Спустя несколько месяцев они умерли А их тела бросили в колодец Это ужасно, сэр Вы не можете меня снова отправить в клинику Не волнуйся, не отправлю Я взял тебя с собой, чтобы ты помогла мне Может мы найдем зацепку к тому, кто ответственен за все это безобразие Спасибо, доктор Возможно, Полонтрас был прав на вас счет Вы неплохой доктор Вы просто старик Следующие правила Следующее правило Что ж Только не сегодня Хе-хей Мы Собственно Так скажем Короче, бунтарь наш доктор Мы на месте Но это кладбище Со что мы здесь делаем? Увидишь, пойдем Следуй за мной Чувак В чемном плаще притащил ночью Маленькую девочку на кладбище Это не добро Так Это место упокаяния твоих родителей А также твое Почему вы привезли меня сюда, сэр? Прости меня, фрэн, но такова правда Твои родители были убиты Зная, кто их убил Мы сможем сделать все правильно Что вы подразумеваете под правильно, сэр? Если мы найдем виновных Мы восстановим справедливость Используем закон Чтобы наказать и предотвратить подобное поведение впредь Я понимаю, сэр Для чего нам нужна моя помощь? Чтобы найти улики и доказать Нам нужно открыть гробы Хорошо, сэр Я помогу Может Смерточер И уже Приходили Кто? А в любом случае Нужны эти лопаты, чтобы копать Я пойду налево А ты можешь пойти направо Увидимся здесь через несколько минут Хорошо? Отлично Просто отлично Ага Короче Доктор Доктор Решил, что видимо Что-то тут происходит Мартин Боу Люся Боу И Фрэн Боу Да, собственно Вот они Все Все тут маленькая свечка Чтобы согревать моих родителей Прекрасный Мишка Позабыть о моих родителях Ладно, погнали Искать Искать Лопаты Лопаты Ну, скорее всего Они здесь Че Такие варианты Застряла Должна быть Эта головка С лопатами Как всегда Не везет Должен быть Какой-то способ Ее открыть Сломать Крестом Разбить Может здесь Лежит Никто А, подожди У нас же Есть что-то У нас же нож Есть Ну-ка Использовать Отрицательно А, погоди Изучить Эту штуку Мы еще Не использовали Никак Код Изучить Ключ Что произойдет Если я ключ Может поджечь Я Не работает Так Что у нас еще есть На что еще можно Подействовать А, это Это дверь Это дверь Все остальное Тоже не пашет Так Пойдем направо Сходим налево В смысле Сходим Посмотрим Может в машине Есть что-нибудь Ну, конечно же Фомочка Фомочка Лежит под ногами Это неправда Он бы не смог Так водить Это Это какой-то Обычная Игровая условность Ну, серьезно Ну, как так Может быть Типа Вот у нас Фомка Лежит И она Лежит Прямо Под педалями О, здравствуйте Вы должны Себя тише Вести Фабио Ой, я не Фабио Я Фрэн Привет, малыш Шишка Что? Боже мой Великий великан А, боже мой Великан Не бойся Ох, прошу Не бойся Я не причинению Тебя прида Не думал Что великаны Могут нас видеть Класс Думаю Это потому Что у меня Очень большие глаза Видишь А, понятно Кстати, я Себастьян Собиратель племени Собиратель Племени Звучит интересно Прямо сейчас Мы пытаемся Найти немного Блестящей кожи Она нужна нам Для брачного Обряда Кожа Да, раньше Мы использовали Человеческую Но Смерть от червиса Хотели ее обратно Поэтому мы ищем Что-то более Искусственное Что ж Надеюсь Вы сможете Найти немного кожи Ну, Себастьян Накажешь мне услугу Завис от услуги Гигантская мисс Я подумал Что может Открыть мне дверь Изнутри Это я могу Но мы Мы могли Помочь друг другу Принеси мне Кусок кожи И я открою дверь Договорились Гигантская мисс Где ее найду Посмотрим Что я смогу сделать Так Ну, у нас тут Есть машина Собственно А у нас есть нож Я думаю Где-нибудь Что-нибудь Мы сейчас Подрезать сможем Игорь забыл Что надо сделать Чтоб там Шишка вылезла Ну вот Вот мы уже узнали Что нужно было делать Надо было просто открыть Так Ну, видимо Все-таки в машину Надо идти И отрезать Видимо Часть кожи От машины От сидения Да, вот Берем нож И погнали Такая большая дырка Ну, тут Типа Все ясно Максимально логично Нам, говорят Нужна искусственная кожа У нас есть машина У нас есть нож Типа Эх, вуаля На тебе, мистер Шиш Забирай Забирай Ух ты Спасибо Гигантская мисс Наше племя Пенезилусов Будет счастлива А теперь Я открою дверь Секунду Давай Пенезилус Открывай Класс Ой, ты в порядке Себастьян Себастьян Ладно, выжил Я в порядке Мисс Да Хорошо Что ж Спасибо, что Открыли дверь Не за что Гигантская мисс А Фабио Эй Куда он побежал Ах, мне нужно идти Мисс Доброй ночи Эй, Фабио Подожди У меня есть кожа Совсем не здорово Мне нужно идти Что-то похожее На чем Можно копать А здесь Ничего нет Полезного Серьезно Ну ладно Погнали А, вот Нашел лопат Смотри Я нашел Пару лопат Класс Ну что Давай копать Копаем Ну Теперь нам нужно Чем-то Открыть гробы Они застряли В моей машине Был лом На всякий случай Но я его не смог найти И я забрала его Мне нужно было Открыть им дверь Маму вернуть Нет нужды Но тебе будет Оказана честь Открыть гробы Хорошо, Сав Я открой их Погнали Слушайте Все интереснее И интереснее Что тут происходит Гробы не открыты Крышки застряли Поехали Это видимо Батя Френ Это видимо Мама Френ А это А это кот Френ Зараза Мистер полночебный котик У меня У тебя было имя Что ж Назову тебя Альберт Так Куда Чересчур Куда Смертный червь Забрал твои глаза Ты видишь что-нибудь Что могло бы Приблизить нас к убийце Нет, сэр Мне очень плохо Из-за всего этого Видеть своих родителей такими Также этот мертвый кот Не мой Они врут Френ Я говорил тебе Твой кот пропал И возможно Это действительно твой кот Этого не может быть, сэр Я нашла своего котика Поверьте мне Возможно котик Из другой реальности Просто отвезите меня домой И я вам покажу Пожалуйста Хорошо, Френ Я отвезу тебя обратно Я позабочусь об этом позже Нужно найти Кое-какие улики Спасибо, сэр Пойдем Да уж Так И опять этот чувак Он убил Растворился в руках тьмы У тебя нет никаких манер Я больше тебя не боюсь Я забрал у тебя свет Кого ты любишь Кого уважаешь И того Чьей любви ты желаешь Давай, Френ Мочи его У тебя должно быть Какой-то Должен быть Какой-то внутренний стержень По-любому У тебя должен быть Какой-то внутренний стержень А его че-то нет Нету О, че такое Ну, это Бедное Павшее духом дитя Дом безумия Внутри Зовет Окунуться Если хочешь найти Тех, кто любит тебя В темне Ты должна быть готова Проснуться Очнись, Френ Очнись То есть Прямо так вот Ну и глава пятая Сразу начинается Дом безумия По идее Пятая глава Это уже должна быть Последняя глава Да Че Тетя Грейс Это ты? Милая моя Ты наконец очнулась Ты дома, моя дорогая Я дома, правда? Как же это здорово Я так рада видеть А пожалуйста, обними меня Скоро, моя милая А где мистер полночь? Твой кот Он сбежал сразу После того, что сделал Что? Что он сбежал? Что он сделал? Твой кот убил Мою сестру и твоего папу Он предатель И правда Это не может быть правда Это не он Не важно Правда это он Или нет Нам нужно свалить На кого-нибудь вину Разве нет? Но ты не можешь Винить моего мистера Фоллыч Он мой лучший друг Не проще ли обвинить Кого-то другого Чем взять ответственность На себя? Я всегда буду нести Ответственность за свои поступки Даже если они нехорошие Какая хорошая девочка Отдыхай, моя дорогая Отдыхай Тебе понадобится Но тетя Грейс Не оставляйте меня Почему я прикован к кровати? Потому что твои руки Делают плохие вещи Когда они свободны О чем ты говоришь? Освободи меня сейчас же Я должна найти мистера Полныч Милая светлая крошка Фрэн Не беспокойся, лжи Охотник за правду умрет Ведь зло не будет скрываться Милая добрая крошка Фрэн Ложись спать и крепко спи Забудь обо всем Не дай боли остаться Ты избранно плакать Страдать ненавидеть И выбора нет совсем Избавить тебя от кошмаров Тьма рвется Так спи же ты крепко Моя крошка Фрэн Как я и говорил Собственно Тетя Грейс Она поехавшая Нет, не оставляй Тетя Грейс Вернись, пожалуйста Почему она ведет себя так странно? Зачем винить мистера Полныч? Котик не мог убить моих родителей У него хорошие мягкие лапки Лишь бы с ним не было Было все хорошо Но что мне теперь делать? Что делать? Отвязываться Так, безумный звук Он не прекращается Кажется, я поняла Часовщик сказал, что время Это слоистая реальность Возможно, в этой комнате Есть другая версия У меня есть другого времени Или я просто все Выдумываю Но если это правда Как мне с ней связаться? Так, Дирн сказал, что все в моей голове Еееей, погнали Че делать будем? Давай Не работает Медсестры всегда приковывали меня к кровати Это я нависовала Кровать мистера Полныч Щелкунчик Белый кролик Ооо, и ветер развеял магическую пыльцу Ой, привет Что ты делаешь в моей кровати? Ты болеешь? В твоей кровати Это моя кровать Нет, я не болею Но ты прикована Ты собака? Погоди Я тебя знаю Я не собака И да, я прикована Ты можешь меня освободить? Ничего себе Ты это я Это в самом деле я Думаешь, тогда это значит Что мне удалось попасть в ультра-реальность? Ты уже встречалась с Итфордом? Он постоянно об этом говорит Да, мы встретились Но я не видела его с момента крушения Мы потерпели крушение Значит ты разбилась Я не разбилась Почему ты так говоришь? Подумай Единственный способ Опасть в ультра-реальность Это разбить глаза и уши Прорваться сквозь физические ограничения Звучит ужасно Думаешь, я умерла? Нет, не совсем Они сказали мне, что смерть Это только психическое состояние Кто они? Существа, которых мы можем видеть Черные, белые Знаешь, почему мы их видим? Да, однажды человек по имени Леон Пришел в гости и все мне рассказал Ох, тогда расскажи мне Почему мы видим все это? Давай сначала откроем твои наручники А потом мы сможем поговорить Хорошая идея Мне так нужно найти мистера Полныч Думаю, он в опасности Тетя Грейсвинет Его в смерти наших родителей Кто такой мистер Полныч? Это наш котик Ты не знаешь? Наш лучший друг У меня нет кота Кажется, вот в чем наше различие В любом случае, давай освободим тебя Так вышло, что я собираю ключи Я скоро вернусь Еееееее Отличненько Хорошая затравочка для начала следующей серии Поэтому на сегодня мы с Фрэнбол заканчиваем Следующую серию будем проходить на других стримах Поэтому, чтобы не пропустить эти стримы Обязательно сходите, подпишитесь на канал Обязательно поставьте лайкосик этому видосу Если вам, конечно, понравилось Я буду знать таким образом, что вам все интересно Ну и Будем проходить Фрэнбол В следующей части И постараемся там уже, наверное, скорее всего завершить Если я сильно тупить не буду А иногда я это делаю Поэтому играйте в хорошие игры Пока